Братья и сестры, я рад вас приветствовать из студии Славянской Церкви Христиан-Адрентистов 7 дня города Сакраменто. Новые встречи, новые открытия, новые возможности познать нашего Господа. Как же это здорово, что мы имеем возможность встречаться с вами каждую неделю. Как мы, дорогие друзья, рады тому, что вы не просто слушаете, вы оставляете свои отзывы и комментарии, за то, что вы делитесь этим видео. У нас получается практически диалог. Извините, мы не всегда успеваем вовремя вам ответить, прямо сразу как-то отреагировать. Но надеемся, что в дальнейшем это будет происходить все более и более оживленно. Сегодня у нас новая тема, христоподобная жизнь. Мы продолжаем изучать послание апостола Павла в Эфес. И прежде чем мы откроем Божье Слово, давайте мы вместе помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за Твою милость и за Твою благодать. Мы благодарны, Господь, за Твоего Сына и за Духа Святого, через Которого мы можем вести новую жизнь, Господь, в Тебе. У нас не всегда получается. Иногда контраста новой жизни и старой нам не видно, и мы падаем. Мы просим, дай нам сил, понимать Твою благодать, понимать Твои законы, чтобы мы жили в Тебе и жили совершенно. Мы просим, и в этом уроке открывай нам новые для нас принципы, по которым мы можем жить и прославляйте Тебя, Господь, в своей жизни. Мы просим, аминь. Аминь. Мы уже с вами не раз говорили о том, что для апостола Павла в этом послании очень важен Христос. Он, по сути, центр его вести. В некоторых главах, буквально каждый второй-третий текст, он так или иначе упоминает Иисусе Христе. Он очень хочет, чтобы верующие в Эфесе не просто поверили, они укоренились в этом ведении, и они прилепились ко Христу настолько, чтобы стали с ним единым телом. Это красные тексты, которые мы с вами вспоминали в прошлый раз. Ну скажите, друзья мои, может ли сложиться у нас такое впечатление, что в послании к Ефесе нам совершенно нет места для Святого Духа и для Бога Отца? Мы с вами вспоминали на прошлом встрече о том, что все же есть вспоминание о Святом Духе. Помните вот этот сложный отрывок, где цитировал апостол текст из Псалма, где он как раз показывал работу Святого Духа, который и наполняет всю землю, совершая вот это служение внутри церкви и через церковь для тех людей, которые вокруг церкви. Но, с другой стороны, мы понимаем, что в еврейском менталитете, который был апостол Павла, представление о Боге, оно все равно было чуть другим, чем в нашем современном, более греческом менталитете. Наверное, Павел, и как любой еврей, очень хорошо помнил вот этот текст. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. И поэтому такого прям разделения, как сегодня люди стараются сделать, беря за пример такую иллюстрацию, вот это как семья, муж, жена и ребенок. Вот что такое Бог, что такое единство Бога. Но любую иллюстрацию, которую мы бы не использовали, она не подходит, потому что ей заповедь не делает себе изображения или подобия. То есть, Бога нельзя сравнить ни с чем на этой земле. Но все же мы понимаем, что, читая Священное Писание, Дух Святой – это Бог. И вторая книга «День апостолов», там, где речь идет об Анании и Сапфире, там Петр четко говорит Анании, что ты, кто тебе надоумил обмануть Святого Духа? А дальше он скажет, ты не человека обманул, а Бога. Ну и плюс мы понимаем, что когда Христос говорит, я тоже в прошлый раз цитировал этот текст, что Дух Святой не сам от себя будет говорить, но то, что услышал. То есть, у него есть и свое мнение, своя точка зрения. То есть, мы пробуем нащупать какие-то там элементы, которые показывают нам, что Дух Святой – это личность, а не что-то вот такое безликое, какая-то сила или какая-то энергия. Поэтому, все же, вот как это Дух Святой – Бог, Иисус Христос – Бог, Отец – это Бог, но все же это один Бог, тем более с еврейским представлением. Это очень сложно все уместить. Поэтому, даже сегодня, когда мы молимся, Отче наш, Сущий на небесах, и если взять другую молитву, мы говорим, Господи, я прошу Тебя, когда я говорю, Господи, к кому я обращаюсь? А потом говорю, молю все это во имя Иисуса Христа. Это как? Понимаете, да? Я имею в виду конкретно Отца, или конкретно Святого Духа, или конкретно Иисуса Христа. И когда я говорю, Господи, то это Иисус Христос, а когда я говорю, Бог – это Отец, а Дух Святой, это надо сказать Дух Святой, то тогда это какая-то тавтология. Я говорю, Господи, молю Тебя во имя Иисуса Христа. Это Иисус Христос, молю Тебя во имя Иисуса Христа. То есть, даже у нас четкого разделения в голове нету, потому что мы воспринимаем Бога как единого Бога. Поэтому, когда апостол Павел пишет здесь о влиянии Бога в нашей жизни, влиянии Иисуса Христа в нашей жизни, он само собой понимает тут работу и Духа Святого, участие Отца в всем этом процессе формирования Церкви и ее служения. То есть, это нельзя вот так четко разделить и сказать, вот он о Духе Святом тут мало очень говорит, а делает акцент только на Иисусе Христе. Для меня, анализируя вот эти вопросы, у меня никогда не было никаких препятствий вот в анализе Дух Святой, Бог Отец, Бог Дух, Бог Сын. Ну, не было у меня так, как вот я христанин, как бы всю свою жизнь не было никаких конфликтов. Но оно в последнем времени, вот в контексте единства я вижу одну продолжительную мысль, которая видна везде. Бог, хоть имеет и три лица, если так можно выразиться, Он един. Его природа, и в свое время я занимался, был инспектором в компании по аккомпационной безопасности и о загрязнении окружающей среды. Ну, говорится, не совсем приятная была работа, особенно в контексте, когда мы наклонение, поклонение к окружающей среде. Но видно было, когда анализируешь окружающую среду, единство, загрязнение, вот с этого. Оно, как бы, дало свой плод, и я смотрел, насколько природа едина сама по себе. Получается, все, что у Бога, и все, что Бог сделал, кричит единством. И для меня вот это вот резонирует, вот этот вот вопрос о том, что не понимая как, все равно есть там единство. Несмотря на то, что апостол Павел, в общем-то, был фарисеем, он очень хорошо был научен в иудейских традициях, вот, прошел, получил хорошее образование, друзья мои. Мы видим, что он один из первых, тот, кто выступает за то, чтобы представить истину о божестве. Ну, я бы не стал в новом свете, потому что многие из этих истин, может быть, оно не называлось учение о Троице, было известно еще с ветхозаветних времен, но вот это учение о Святом Духе, о Боге Отце, о миссии Иисуса Христа, он максимально хорошо, как первопроходец, он это открывает и в частности показывает. И во всех главах, которые мы прочитали до сегодняшнего момента, я думаю, что вы не могли не заметить. Всегда есть Сын, который нас искупает, который что делает, есть Отец, который приготовил для нас наследство, который принимает нас в свои обители, есть Дух Святой, который наделяет нас дарами, который поддерживает и укрепляет нас, и все это формирует вот эту единую мысль. Для апостола Павла она важна во всем этом послании. Мы должны быть едины в Иисусе Христе, мы едины должны быть в Боге, в совершении той миссии, которую Он на нас возложил. Поэтому мне очень хочется, чтобы вы также внимательно исследовали эти послания, чтобы вы укрепили в первую очередь свои познания о Боге, как откровение о Нем, о Его природе. И то, что нам открыто, вы могли использовать для своей христианской жизни и для проповедей Евангелия. Будьте добры, пожалуйста, прочтите с 17 по 19 текст. Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа, перестаньте жить как язычники, чьи мысли пусты, потому что их сознание помрачено. Они отчуждены от жизни, которую дает Бог из-за духовной слепоты, произошедшей под черствости их сердец. Потеряв всякую чувствительность, они придаются разврату с ненасытностью, погрязяя во всякой нечистоте. Итак, если в прошлый раз мы с вами исследовали первые 16 текстов, и, в общем-то, можно сказать, что это была одна законченная проповедь апостола Павла. То сейчас начинается новая проповедь, и, в общем-то, она начинается не столь радужно. Вот, мы видим здесь очень такие нелестные высказывания, что это, зачем оно вообще здесь помещено, для чего апостол Павел вновь возвращается. Мы помним, что уже было несколько таких пассажей, когда он вспоминает ту прошлую жизнь. Это, наверное, уже третий, если я не ошибаюсь, или четвертый раз. Зачем так часто? Ну, потому что они жили среди язычников. Языческая культура, религия, оно имело огромное влияние. Даже мы, будучи, вот сейчас, когда мы были в Ефесе сейчас, то там вот такое выражение, знаете, как говорится, пойти налево, всем известно. Оно, кстати, с Ефеса взялось, потому что там была библиотека, а с другой стороны был другой дом. И когда мужчины говорили своим женам, пойду в библиотеку почитаю, он поворачивал налево, не в библиотеку. И это закрепилось на все века. То есть там это было очень распространено. Нам даже Тургайт показывал там знаки специальные, которые прямо вот они вбиты в полы, для того, чтобы направлять людей не в библиотеку, а в другое направление. Поэтому, скорее всего, это было огромное влияние, Павел переживал, потому что со временем, как бы, человек может, знаешь, постепенно притираться к этой культуре и привыкать, и потом уже участвовать в этой культуре. Знаете, мы в прошлый раз говорили о вот этом моменте крещения. Помните, да, что человек умирает для старой жизни и рождается для новой жизни. Хотелось бы сказать, что когда человек принимает крещение, то вот с моментом погружения умирают все его плохие влечения, стремления, плохие какие-то греховные чувствования и так далее. Но на самом деле, к сожалению, это не совсем так. Рождается желание жить со Христом, стремление идти со Христом или быть со Христом. Но природа наша, она остается человеческой, плотской и греховной. И теперь уже в зависимости от того, с кем мы больше будем проводить времени. Если мы проводим больше времени с Богом, в общении с Ним, в общении в кругу христиан, искренних христиан, то эта природа будет превозмогать греховную природу. Если же мы больше будем соприкасаться с греховным миром, с этими условиями, то, извините, это наша старая греховная природа, она будет набирать опять силы и будет бороться с нашей духовной природой. Поэтому он говорит, что тело мое хочет одного, разум мой хочет другого. И вот эта борьба, она не перестает происходить в нашей жизни. И то же самое происходит здесь, он понимает, как Вася сказал, проблему общества, среди которого живут эти люди, это церковь. И как это общество, к сожалению, порою возвращает тех же верующих людей к предыдущему образу жизни. Поэтому он и делает такой акцент, делая его на Иисусе Христе, на общении со Христом, на стремлении быть с Ним, общаться с Ним. Потому что это помогает, чтобы, или ведет к тому, чтобы эта духовная природа, она становилась крепче и превозмогала эту греховную природу. Итак, смотрите, наш текст говорит, потеряв всякий стыд, предаются распутству, ненасытно ища удовольствия во всевозможных мерзостях. Мы как-то можем этот использовать текст к нашему сегодняшнему времени? Неужели искать удовольствие? Это, в общем-то, то, к чему сегодня призывает нас общество. Ищи удовольствие, получи от жизни все, почувствуй вкус жизни. Неужели всегда это заканчивается распутствием и всевозможными мерзостями? Братья, вот думаю, не знаю, подходит, то, что я хочу сказать, не подходит. Но все-таки скажу. И очень часто мы видим многих людей, которые отошли от веры. И мы знаем примеров, что-то происходит с нами, христианами, и мы знаем, когда мы начинаем видеть грех совершенно по-другому. И среди нас даже, здесь славян, даже ходит такое, что нет хуже людей, которые раньше были в церкви. Характерно очень многих консервативных церквей, детю из таких, говорится, жестких таких, ультраконсервативных условий, где контролируют не внутренность человека, а поведение. Чтобы он, главное, выглядел правильно, его оденут правильно, его поставят, его заставят сказать. Как говорится, папа посадил на колени, поставил на колени, но он говорит, папа, я все равно внутри стою. Говорится, заставить можно. И когда человек выходит из церкви, когда он получает юридические права, становится совершеннолетним, или, ну, так, обстоятельства, что он становится сам по себе, он абсолютно переворачивается и становится хуже тех, которых мы видим и смотрим по сторонам. И сейчас, работая с русскоязычными людьми, здесь, как бы это не секрет, то доверяешь неверующему человеку, неверующему, абсолютно неверующему человеку больше, чем тому, который был, как бы, называется себя христианином. Я не говорю про адвентистскую церковь, а в общем. Как бы, вот я вот читаю всего это, вот это вот мне постоянно всплывает с такой грусть, с такой, как говорится, печалью, болью, такой вот, что-то происходит у нас. И, конечно, Павел показывает этот имидж, напоминает, что это потенциально ждет всех вас, чтобы натолкнуть, может быть, на искреннюю молитву и к определенным шагам, действиям, которые предотвратят это действие. Например, молитва, контролировать свое зрение, на что мы смотрим, что мы слушаем. Позволяем ли мы мысли развиться в нашей голове? Никто ее не увидит, никто не проверит, никто не видит даже, что мы про это мыслим. Останавливаем мы себя на плохой мысли. Как бы, мне кажется, вот призыв вот туда идет. Если мы это не сделаем, то такой конец, как других этих верующих, которые отошли от Бога, как бы ждет нас всех. И завершает, как бы, вот это повествование о мерзостях Батихаха с апостолом Павлом таким словом. Но вы не этому учились у Христа. Да, это как бы черта. Дорогие друзья, очень важно помнить и каждому из нас, что мы не этому учились у Христа. Да, этот мир сегодня делает упор на другое. На чувства, на эмоции, попробуй возьми от жизни все. Но мы у Христа учились не этому. Христос учит другому. Он учит нас тому, чтобы мы, в первую очередь, покорялись Ему. И покоряли всецело. И наши мысли, и наши чувства, и наша жизнь. Очень важно, чтобы мы искали, прежде всего, горню, друзья мои. Потому что удовольствие, развлечение, которое уводит нас от Бога, они сегодня так массово представлены в этой культуре. И очень хотелось бы, чтобы мы имели мудрость. Чтобы однажды о нас не сказали так. Но вы не этому учились у Христа. Прочтите, пожалуйста, с 21 по 24 текст. Потому что вы слышали о нем и в нем научились. Так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Как дальше апостол Павел развивает здесь мысль, ту, которую он использовал в начале этой своей проповеди? К чему он ведет своих слушателей? К чему он подводит каждого из нас? Почему так важно нам обратить на это внимание? Он, по сути, показывает выход. То есть он говорит, что помните, вы были уже на том пути. Вы знаете, что это был за образ жизни. Вы знаете, что он растлевает. Растлевает – это означает уничтожает. Тление – это когда что-то погибает. То есть он уничтожает вас как личность, физически, духовно, морально, эмоционально. И он говорит, что это все можно решить, только когда мы обновляем наш образ мыслей и одеваемся в природу Иисуса Христа. Только Христос способен решить эту проблему. Знаете, интересно, что на сегодняшний день тоже есть очень много разных практик, которые должны помочь человеку справиться с его стрессом, депрессией, с какими-то там трудностями, проблемами. Вот там каждый день становишься перед зеркалом и говоришь себе, ты успешный, у тебя все получится, ты клеишь наклейки, такие там лозунги, которые должны тебя подталкивать к тому, чтобы ты там достигал чего-то большего. Или это должно помогать тебе справляться с какой-то проблемой. Помню, когда-то был на встрече клуб анонимных там курильщиков, и вот там одно из правил, надо было носить такую резиночку на руке, и как только у тебя появляется желание закурить, ты оттягиваешь ее и отпускаешь. Ты получаешь физическую боль, ну она там не супер большая, но все равно тут не очень приятно. И это тебя, это как триггер, да, он включается, что ты принял решение больше не курить. Это тебе помогает как-то справиться. Я не говорю, что эти практики, они там неправильные, недействительные, нет, некоторые из них действенные. Но опять-таки, это как Илья сказал, когда мы внешне стараемся изменить вот эту оболочку. Но если мы говорим о перерождении человека изнутри, то это возможно только в Иисусе Христе. Но на самом деле нету другого способа, да. Как бы мы ни искали, ни думали, ни анализировали это с других сторон, нету, потому что мы говорим о духовной составляющей человека. А духовное можно быть побеждено только духовным. И поэтому, повторюсь, нету другого выхода из этого положения, как только преобразование в Иисусе Христе. Павел использует два термина. Ветхий человек, это тот, который живет во грехе, этот, который живет по своим похотям, делает, что хочет, как говорится, и новый человек, который живет во Христе, по Христу. То есть здесь он ставит на противоположность. Конечно, каждому не хочется быть ветхим. Сегодня все стараются быть помоложе, помолвее, как говорится. Поэтому это желание очень хорошее. И Павел направляет вот это, говорит, по образу нового человека. То есть только во Христе вы можете быть. Потому что то все старое, а то все гнилое, которое разлагается, нет. Вот новый человек и только во Христе Иисусе. Говоря о внутреннем человеке, и, конечно, ссылаясь на предыдущий, как бы, предыдущий сегмент, который мы делали, очень часто, по крайней мере, я себя ловлю на мысли, что я оболочкой все это делаю. Например, пришел с работы абсолютно убитый, даже вот вчера. Ну, так получилось, что очень поздно остался на работе, нужно было закончить некоторые проекты. И я стою на коленях с семьей и молюсь. Я понимаю, что я не молюсь. И иногда, вот это просто демонстрация того, что мы иногда в контексте нашей религиозной жизни просто машинально что-то делаем. И у нас, бывает, внутренности нет. И мне кажется, нужно сфокусироваться, чтобы у нас всегда было постоянно внутри вот это вот чистое, органичное, свежее чувство преданности к Богу и работы для того, чтобы его развивать. В контексте вот реальной практической жизни мы с ним многие встречаемся с стрессами, многие обстоятельства, препятствия в наших жизнях. И вот как Роман даже упомянул, что возле зеркала говорят люди, это себя, это... Самоубеждение. Самоубеждение, кстати, оно необходимо и нужно. Я его пользовал, когда в жизни все от тебя отвернулись. Если никого больше нету, ну, кто не похвалит, как ты сам. Это смешно, но с другой стороны, на грани депрессии это лучше, чем депрессия. Вот, вот как бы зеркало. Не то, что зеркало, а постоянно себе говорить, я здесь для евангелизации, я здесь для того, чтобы служить Богу, я здесь для этого. Возобновляя себе вот это вот постоянно чувство внутреннее, чтобы оно постоянно росло. Если мы это перестаем делать, если мы сами перестали в себе это же чувство разогревать, кто это еще сделает? Извините, использую такую аллегорию. Если ты привык чистить зубы, и это уже тебе, у тебя на уровне автоматики, да, что, то есть, ты не вкладываешь смысл сейчас, сакральный какой-то. Пойду почищу зубы, сделаю хорошее дело. Ты это делаешь машинально, ты уже даже привык, не почистил, тебе дискомфортно, да? То это неплохая привычка, которая выработалась в тебе. Апостол Павел где-то говорит даже, что вы научены чувствованиями, как-то вот, как-то так, навыкам, навыкам, что это уже стало вашей привычкой, это стало вашим образом жизни, вы даже не задумываетесь, почему вы так делаете. То это, ну, то есть, это неплохо. Я к чему это говорю? Я сталкиваюсь еще с такой категорией людей, которые ищут постоянно вот эту эмоциональную составляющую. Вот если ее нету, значит, у меня, наверное, что-то плохо с Богом. Вот я не чувствую этого запала, я не чувствую той энергии. Наверное, у меня проблемы с Богом. Я говорю, слушайте, ну, давайте так. Как Библия определяет твои отношения с Богом? Она определяет это очень просто. Если ты не нарушаешь заповеди, значит, у тебя все хорошо. Если нарушаешь, то, sorry, у тебя какие-то проблемы есть с Богом. То есть, иногда этот образ жизни, наши отношения с Богом, они становятся каким-то образом привычкой. То есть, это стало традицией. И я использую еще такой вариант. Серыми буднями, как в семейных отношениях. Но это неплохо. Это неплохо. Потому что жизнь не может быть всегда праздником, всегда романтические ужины, всегда какие-то поездки, всегда это вот так ярко. Есть обязанность, есть работа, есть ответственность, есть бытовые дела, которые нам нужно исполнять. Где-то это похоже, ну, я не знаю, может, это скорее всего не совсем точное представление наших отношений с Богом. Но оно где-то похоже. Точно так же и в наших отношениях с Богом. Боже, я проснулся сегодня, как ты сказал, я устал сегодня, Господи. Я стою на коленях уже, наверное, без сил, как говорят, без задних ног, но я стою на коленях. То есть, я все же понимаю, что это нужно, это правильно, это для моих детей. Даже если это привычка, то дети уже прибежали ко мне, и они понимают, что сейчас должна быть молитва. А я не сказал, да нет, сегодня не будет, я так устал. Я все же нашел себе силы встать на колени. Поэтому я согласен, что отношения должны быть живыми. Тут должны быть эмоции, чувства, должно быть осознание. Если это просто форма ради формы, то это формализм мы говорим. Вот это то, наверное, о чем ты хотел сказать. И это точно неправильно. Я делаю одно, но в мыслях я себе знаю другое. Но надо сделать для людей. Это крайне неправильно. Но с другой стороны, мы должны понимать, что если тебя не переполняют какие-то супер эмоции, это не означает, что у тебя проблемы во взаимоотношениях с Богом. Анализируй их на основании принципа. А иногда нужно просто перед Богом помолчать. И вот это советуют некоторые служители. Говорят, если нечего сказать, помолчи перед Богом. И ты услышишь, что тебя Господь хочет сказать. Потому что, может быть, в этой ситуации Бог именно тебе хочет что-то сказать, а не ты Богу. Да-да, вот именно, хотя совершенно верно, Роман, я в этом говорил, меня напоминает всегда дядя мой. Я не знаю, верующий вообще или нет. У меня много дядь, так что я могу говорить спокойно, даже если дядя услышит. Я на самом деле не уверен, что он вообще христианин. Он ходит в церковь. Все дети его крещённые. Они все оцерковленные. Это протестанты. Но когда он молится, он меняет тон голоса. И для меня это вот так врезается в своё сознание. Ведь ты не по-настоящему молишься. Ты же просто молишься. Он так блаженно начинает звучать. Я ему ничего не говорил. Он про это до сих пор не знает. Но вот я в этом говорил. Когда мы перестали верить, что мы верующие. Конечно, Бог знает, что мы приходим с работы голодные. А пока мы не покушаем, мы злые вообще. Это всем известно. Сначала покушать, переодеться, расслабиться. Ты мужчина говоришь, да? Во-во-во-во. Женщины, вы не забывайте, что надо сначала покормить. Во-во. Но Бог это знает. Потому что он Бог. Он наш папа. Он понимает, что у нас есть физиологические потребности, которые пока их не восполнишь, у нас бывают проблемы. Но когда это пройдёт, что мы сами верили в свою веру, что мы там далеко не ушли, чтобы не начали потом притворяться. Потому что мы, как искусство, особенно от бывшего Советского Союза, очень умеем притворяться. И очень легко это может уйти, на то просто мёртвый формализм. Я просто против этого. Спасибо, братья, вам за дополнение к словам апостола Павла. Мы дали нашим зрителям и себе очень хорошие практические примеры, друзья мои. Что, мне кажется, не всегда мы должны руководиться своими чувствами. И вот эти хорошие примеры нам братья дали. Примеры из жизни нашей, из христианских наших взаимоотношений внутри семей. Иногда ты любишь свою жену, она любит тебя, ты это знаешь. Но иногда у тебя нету сил даже два слова какие-то сказать. И как Василий сказал, ты просто сейчас с ним помолчишь, тебе стало хорошо и ей стало хорошо. С другой стороны, иногда нам может казаться, мы смотрим на других людей, как они молятся, они могут менять голос, могут менять позицию, ещё что-то. И нам кажется, ну как, ну они же не могут, они не верующие, не притворяются. Друзья мои, только Бог знает. Если человек обращается к нему, значит он для чего-то это делает. И у него есть возможность обратиться к престолу, а у Бога есть возможность на него поверять. Исследуйте свои отношения. Наши братья сегодня очень искренне поделились очень своими такими глубокими опытами, переживаниями. А есть ли у вас такие переживания? Есть ли у вас опыты? Как вы определяете для себя? Вы уже на пути нового человека или постоянно возвращаетесь к старому? Как апостол Павел пишет, обновляются ли ваши мысли, обновляются ли ваши дела, или вы не видите этих обновлений? Это вопросы для вас и для каждого из нас. Постоянно мониторить свой духовный барометр. Где мы? Куда мы идем? Что с нами происходит? Но и с другой стороны не впадать в крайности. Не в крайность фанатизма какого-то фарисейства. И с другой стороны не в крайность, когда мы все это выполняем просто как ритуал. Пусть Господь нам поможет держаться золотой середины. Для этого, именно для этого апостол Павел и пишет. Во Христе мы становимся новыми людьми. Следующий отрывок, который апостол Павел включил в эту свою проповедь, это с 25 по 29 текст. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не крадите, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Да, друзья, нелые слова, правда, истина, наша речь. В общем-то, апостол Павел обращает внимание на такие моменты. Это практические аспекты нашего христианства, нашего обновления. Но мы-то живем с вами сегодня в 21 веке. Мы уже давно научились, мы живем тем более в такой стране, где все друг другу улыбаются. Даже если внутри готовы разорвать друг друга на части, мы всегда говорим вежливо, культурно, нас уже к этому приучили. Но есть место, где мы все свободны. Интернет, комментарии, троллинг, буллинг, высказывание любых слов. Ты взял себе специальный ник, который тебя скрывает, никто не знает, что это ты, пастор адвентийской церкви или какой-то уважаемый пресс-фитер, еще-то еще. Ты можешь делать, что хочешь. Так ли это? Я сказал бы, что, к сожалению, это не ушло только лишь в интернет. И когда мы, конечно, в субботу в церкви, то мы стараемся, то есть, ну, все выглядит очень красиво. Но как оно, в первую очередь, когда мы на рабочем месте, как оно, когда мы в кругу семьи, как мы вот проявляем свои эмоции, свое какое-то несогласие, свое недовольство. Потому что, вы же понимаете, что чувства, вот те, которые я перечислил, да, несогласие, недовольство, это нормальные чувства, это нормальное состояние, когда эти чувства появляются. Потому что, кто-то негодует из-за чего-то плохого. Ну, то есть, кто-то, не всегда мы негодуем от того, что нас притесняют в моих правах. Даже в Библии мы находим примеры, когда Господь говорит, идите, посмотрите, кто плачет о грехах народа моего, поставьте этому печать, что это мы, дети. То есть, они негодуют. Мы знаем, что сам Иисус Христос, когда пришел в храм, он там переворачивает, эти столы, помните, для меняльщиков, он говорил, что вы сделали в вертеп разбойников из дома моего или из дома Божьего. То есть, чувства, негативные чувства, негативные эмоции, это нормально, если они появляются. Но, как мы их проявляем, вот это уже вопрос. И вот здесь апостол Павел призывает нас правильно проявлять эти чувства. Заметьте, что, как говорит автор наших уроков, вот с 25 стиха и последующие несколько стихов, они состоят из двух частей. То есть, в первой части Павел призывает от чего-то отказаться, а во второй части он призывает что-то принять, то есть, что-то приобрести. И это как раз говорит нам о том, что мы все, вот мне понравилась твоя мысль в предыдущей части, когда ты сказал, мы должны мониторить постоянно свою жизнь. Вот была конфликтная ситуация, повторюсь, или на работе, или семье, или где-то там в кругу друзей, надо сделать анализ, как я отреагировал, что я сказал. И если я отреагировал неправильно, то надо сказать, даже если я прав в этой ситуации, но реакция моя была неправильной, то я должен попросить прощения за то, что я неправильно отреагировал. Я же мог по-другому сказать, я же мог по-другому отнестись, хотя в конкретном конфликте он аж был неправ, а я был прав. Поэтому вот этот монитор, особенно когда речь идет о словах наших, о том, как мы высказываемся, он должен быть постоянным. Проблема в том, что тяжело жить и себя постоянно монетировать или, скажем, контролировать. Это как бы у человека иногда срывает крышу, как мы называем. Поэтому Павел призывает, чтобы мы стали новым человеком. Когда это часть твоей природы, ты по-другому не можешь. И Павел здесь четко ясно напрямую указывает прямые грехи. Это ложь, гнев, воровство. То есть это никакая не философия, это практическая христианская жизнь. И поэтому человек может контролировать. Знаете, есть такое даже правило, что если молодые люди встречаются, то им надо хотя бы два года, чтобы уже вот этот период, когда уже человек как бы перестает себя контролировать. Вот про это мы говорим. Поэтому мы должны достичь вот этой природы нового человека, чтобы себя не контролировать. Ой, а чтобы я это не сказал. Ой, а чтобы это. Конечно, если ты там на работе используешь гнилые слова, говоришь ложь, все остальное, ну пришел ты в церковь, ну поконтролируйте себе одну субботу, вторую, третью, десятую, ну рано или поздно, твоя природа что? Натура, как мы называем? Она выйдет. Мониторить и контролировать это чуть разные вещи. Мониторить это делать анализ, это просто просмотреть, как я отреагировал вот в той или иной ситуации. Контроль, это вот когда ты своими силами стараешься вот что-то, самоконтроль. Хотя тут, конечно, с другой стороны, помните, апостол Павел говорит, что мы все бежим, как на ресталище, и если те, кто бежит за тленным венцом, они себя ограничивают, они тренируются, они что-то едят, что-то не едят, то тем более мы, которые бежим за тленным венцом, мы тоже должны прилагать усилия. Но тут просто есть одна деталь. Прилагать усилия на что? И мы понимаем, что главная задача христианина это не потерять Иисуса Христа с поля зрения. Мы уже вспоминали где-то вот эту иллюстрацию между Петром и Иисусом Христом, когда Петр идет по воде. То есть, если бы он не потерял из поля зрения Иисуса Христа, он был бы над проблемой, потому что проблемой был вот этот шторм. Но как только он теряет из вида Иисуса Христа, он уходит на дно этой проблемы. Проблемы его начинают захлестывать. Но слава Богу, что он обращается к Иисусу Христу, и Христос и в этой ситуации подает ему руку. То есть, все наши усилия и старания должны, как раз, как Вася сказал, должны быть направлены не на самоконтроль, а должны быть направлены на то, чтобы мы были как можно ближе с Иисусом Христом. Читать, молиться, ходить на служение, какие-то группы, какие-то там встречи, где люди обсуждают, исследуют Библию, говорят о духовной жизни, о наших отношениях с Богом. И чем ближе ты ко Христу, тогда он преобразовывает тебя, как Вася сказал, это становится твоим образом жизни. Хотел бы подчеркнуть опять, посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. И я думаю, братья, мы согласимся, что это говорится не только говорить правду членам церкви, но и всем вокруг. Я вспоминаю, когда вышла Toyota FJ Cruiser, знаете, такая вот внедорожная очень классная молодежная не Forerunner, а FJ Cruiser. Я знаю. Внедорожник. И мы поехали на отделецкую стоянку, не его покупать, а искали сестре машину. Отец решил, чтобы она посидела, попробовал машины и все. Я помню, там один втирал нам, что скоро Пентагон уже заказал их, будут продавать у них в военных силах, и что это такая классная машина. Но он понял, что мой отец не говорит так по-английски, что мы все ему переводили, а мы маленькие хлопали, все глотали и все. И меня натыкает как бы на мысль, мы должны ставить себя в такие работы, где у нас меньше будет препятствия преувеличивать. Но опять, ему нужно было продать эту машину, чтобы получить своими комиссионные. Ну еще бывает, у нас продают работы, есть парни, как бы, вот у меня профессия полностью связана с языком, как бы я говорю в основном против себя. И кстати, есть заметно, когда, например, мы разговариваем с противоположной стороной и представители другой стороны, очень явно, когда у него грязная речь. Он говорит и через не каждое слово есть официальная речь перед судьей, например, он очень вежливо говорит, а потом, когда вешаем трубку, мы отдельно с ним разговариваем, у него как бы грязные слова. Просто не то, что он матерится, а у него грязная речь в общем. А есть другой разговор, он себе ничего не сказал, ты понимаешь, что это, скорее всего, церковный человек, который очень-очень вежливо говорит, не то, что вежливо, а правильно преподносит факты. Потому что, как бы, у нас как бы такое искусство правильно преподносить информацию, и нам очень легко, говорится, исказить ее своей речью. И мне кажется, вот в данном ракурсе особенного тех, у кого есть работа, и который стоит в таком положении, где он может манипулировать информацией так, а это включает, кстати, проповедников, ведь мы должны быть, как проповедники, правильно преподносить, как верно, а не искажая в свою сторону. очень осторожно нужно преподносить эту информацию, чтобы не быть, как говорится, не то, что мы говорим ложь, а ложь это все, что неправда, это все, что отходит от этой неправды. Так что, это тоже напоминание, чтобы мы, или даже своим детям, наталкивая их на какие-то профессии, карьеры, чтобы эти карьеры, либо карьера была в соответствии с Божьим словом. Не говорю, что продажи, как бы, или продавать что-то, это грех, а просто научать их. Это первое. Второе, как только мы начали этот сегмент, я сразу вспомнил знаменитые слова психолога Джоран Питерсон, и он как-то сделал ссылку на какую-то научную, не помню, какую-то работу, и сказал, что люди, которые врут, которые говорят неправду, они когнитивно, физически тебе вредят. У вас, у нас что-то, когда мы врём, происходит в голове, нам от этого просто будет хуже. Это одно. Второе, что люди, которые говорят неправду, или которые живут, они когда-то, вот всегда, а он клинический психолог, он занимается этим, он говорит, я никогда не видел человека, который сказал что-то не так, и это не обвернулось ему, не вернулось ему при его же жизни. Как бы, это на разных уровнях, здесь на уровне морали, как Павел говорит, на уровне, именно вот даже физиологическом и ментальном, это плохо всем. Так что, говорить правду, это настолько важно. И последнее, братья, я знаю как бы, с моего опыта я понимаю, насколько люди воспринимают чистую истину. Вот просто сказать правду, вот просто сказать правду, это так освобождает. Хоть даже это может быть невыгодно человеку, даже если невыгодно твоей стороне, но сказав эту правду, становится легче, и ты понимаешь, что ты на правильной стороне, и ты видишь, как другая сторона тоже начинает раскрывать свои карты и таким же образом взаимно отвечать. Как бы, мы не знаем, что будет, когда будет говорить правду. Мы не можем предвидеть. Бывает, если скажем правду, будет ответственность за наши слова, за наши предыдущие поступки. Но, по крайней мере, это шаг в правильную сторону. Интересно, здесь Павел говорит, отложите ложь, других переводов, и говорите ближнему своему или соседу истину. Ну, вы знаете, мы не должны кривыть, мы не всегда говорим истину. Если брат пришел в церковь и спрашивает, как у меня прическа, а мне она не нравится, что я скажу ему? Или сестра пришла в платье и думает, какое красивое платье, а оно вообще ей не подходит. Ну, или жена тебя спрашивает, слушай, сегодня прическа у меня идеальная, у тебя нет другого выбора, ты должен сказать то, что она хочет слышать. Поэтому, здесь, я думаю, говорится, более на таком уровне христианском об истине Божьей, скажем так. Потому что, есть моменты, когда мы, не то, что говорим ложь, мы не говорим всю правду. Знаете, этот есть случай, когда моряка капитан застал пьяным и написал в журнале, что сегодня вот такой матрос, он просто напился и был пьяный. Ну, конечно же, матроса наказали. Вот тут пришло дежурство матроса. И он думает, ну как же отомстить этому капитану, который вот так меня... И он в журнале написал, капитан сегодня был трезв. Понимаете? И это говорит о том, что значит, все другие разы капитан был какой? Пьяный. Понимаете? Поэтому не всегда истина, она, это такое понятие, как бы, relevant. Я хочу тоже сказать несколько слов по этому поводу. Это интересная тема. Где та грань, которую мы не должны переступать? Ну, мы знаем, давайте так, мы над этим вопросом на самом деле размышляем очень давно и для нас это очень важно. Когда говорят, вот пришли немцы, помните, это традиционная иллюстрация, и спрашивают, евреи, есть дома? Если скажешь, что есть, они тебя убьют. Если скажешь, что нет, ты солгал. Что сделать? Во-первых, мы должны понимать, что всегда жизнь человека будет стоять в прерогативе. Всегда же, если ты ради сохранения жизни, тебе придется, ну, чьей-то жизни, тебе придется сказать неправду, то это не считается грехом, нарушением заповедей и не лжесвидетельствуй. Но, что же такое нарушение заповедей и не лжесвидетельствуй? Это, когда ты говоришь правду ради личной выгоды. И вот тут можно говорить о всех сферах жизни. Да? Вспомните, вот тоже яркий пример из Библии, когда трое друзей Даниила, вот в этой долине Деир, не склонились перед золотым истуканом. Ведь они могли склониться там завязать шнурки, сделать вид, что там, поулыбаться друг другу, посмеяться, вот глупые люди там кланяются какому-то куску золота, да? Но внутри они понимали, что это все, ну, то есть, они верят в живого Бога и так далее. Но они понимали, это будет ложь. Ложь ради чьей выгоды? Ради их выгоды, чтобы они понесли там, не потеряли что-то, позицию, власть, жизнь, в конце концов. то есть, если это касается тебя, то ты должен быть честен во всем. Но если это касается другого человека, вот как Вася сказал, если жена тебе задаст вопрос, ну, как тебе сегодня моя прическа? И ты скажешь, что нет, это ужас просто. Кому ты, кого ты ранишь? Себя ранишь? Нет, ты ранишь этого человека. Тогда зачем это? А если ранишь, то я сейчас это туда поведу, то ты его убиваешь. Эмоционально, морально и так далее. Тут, конечно, я не хочу сказать, что этот шаблон нужно везде использовать. просто жене подсказать поменять прическу? Да, можно. Но ты же понимаешь, что если жена тебя, когда во время причесывания спрашивает, какую бы мне сегодня прическу сделать, то этот момент, когда ты можешь это повлиять. Но если вы уже собрались, сели в машину, едете в гости, она тебе спросила и ты сейчас ей скажешь, что да, лучше бы ты по-другому это все сделала. Ты испортил вечер. Все. Не просто вечер, как она чувствовать себя будет все это время. Это какое угнетение эмоциональное и моральное этого человека. Поэтому надо быть мудрыми в этом вопросах. И нельзя все вот под одну гребенку грести, что вот, ну то есть, если ты не сказал истинную, не по-другому, если ты не был истинно честен во всем до конца, то значит, ты нарушаешь заповедь Божья. Тут не всегда так работает. Да, у нас буквально было вот в эту пятницу прошедшую группа и мы говорили как раз о этой заповеди и пришли к выводу о том, что на самом деле любое искажение истины в ущерб ближнему это нарушение как бы заповеди. В контексте вот, что говорить человеку, там, жене и все, мне кажется, есть уровень чисто социальной формальности, где люди не ожидают от тебя правды и как бы, но это все, это понимают, все понимают, как дело, а никто не хочет знать, что у тебя все уголимо. Как бы, знаешь, что как бы... Никому это даже неинтересно. это формальность, так что мы, задавая или отвечая на вопрос, знаем, что он не предназначен был ради истины, то там нет этого, нет, говорится, вот этого злого намерения повредить, так что там как бы даже и близко стоит, нет, так что не переживайте, можно, в принципе, это... Добрать эту целую другое, вот мне интересно, вот 29 стих, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вери, дабы оно доставляло благодать слушающим. У меня только был очень отрицательный плохой опыт, я не желал бы, чтобы я переживал его опять, я тоже там и согрешил. Мы когда переходили с адвентистской церкви в адвентистскую церковь, то было очень много споров с родителями нашими, близкими, они искренне верующие люди, они церковные служители, они не рядовые члены церкви, они всю жизнь служили и служили так колоритно, не так как бы, и в порыве вот этих эмоциональных разговоров мы не матерились, мы не говорили никаких плохих слов, но вот суть, она была полностью гнилая и у них, и у меня, я вспоминаю это с тяжелым сердцем, конечно, можно было обнестись это с другим, если бы мы следили за нашей речью, чтобы наш дух был в правильном месте, так что это не обязательно плохое слово, это может быть плохой настрой, как заповедь, любое слово, которое несет ущерб тому, которое ты говоришь, эмоциональный, как бы психический, как бы физический, он просто разрушает, это недопустимо, так что это тоже напоминание, бывает у нас, речь кошерная, мы сказали только правду, как бы, а это принесло, как бы вред. Хорошо, братья, я смотрю, что вы специалисты по практическому богословию, и что касается вопросов о лжи, но я все-таки хотел быть чуточку, подвести вас опять в другую сторону, значит, что касается лжи, может быть, нам надо даже как-то отдельную передачу записать, потому что оно не вмещается все сюда, но все же священное писание нам постоянно напоминает, что в бизнесе ложь, касается там постоянно эти примеры гири, весы, в отношениях других людей, там, вдовы, сироты другого, мы должны быть предельно честны и аккуратны, потому что писание говорит, как хотите, чтобы в вами поступали, так и вы поступали. Те примеры, которые вы приводили, они, да, они показывают какие-то другие моменты, но я просто знаю, знаю культуру и суть человека, вот, о которой апостол Павел писал, и вы знаете, один мой знакомый, наш брат, писит, рассказал мне историю, он говорит, я работаю по ремонту техники, и у меня, говорит, если я иду к славянам, я сразу жду того, что там будет обман, то есть страховка на холодильник отца, сын притащит в свой холодильник, то есть все, что угодно, вот так будет помянув, и причем, что мы знаем, что наше сообщество в нашем городе Славянска, у нас в основном верующие, представите, различные конфессии, и поэтому не хотелось бы, чтобы люди, слушая нас, они бросились, как бы в другую крайность, все-таки священные при записании, вот эти вот тексты, апостол Павел говорит, надо чтобы мысли ваши обновились, мы не говорим сейчас о вопросах жизни и смерти другого человека, такие вопросы очень редко, перед каждым из нас стоят, вот вспомните свою жизнь, как часто вам приходилось свидетельствовать, вы своей речью спасете человека или осудите, очень редко, чтобы от него зависела жизнь или смерть, но наши практические вопросы, наш бизнес, наши взаимоотношения с супругами, с чего начинается измена, с обману, друзья мои, с того, что мы говорим неправду, и многое другое, внимательны быть, молиться, и как в апостол Павел просить мудростью у Бога, и все же смотрите, что у нас здесь, у нас здесь есть истина, у нас есть гнев, который нужно заканчивать до захода солнца, слова Христа, у нас здесь написано, что нельзя давать нашей жизни вместо дьявола, это мне нравится, кто крал, тот больше не кради, практические советы, и помощь нуждающимся, и все это все равно, еще раз я хочу вас подвести к этим гнилым словам, друзья мои, но мы живем с вами в такое время, когда есть площадки в интернете, ты меняешь свое имя, тебя никто не знает, иногда, у меня, честно сказать, я даже когда читаю иногда комментарии на нашем сайте, под нашими проповедями, под нашими субботними школами, у меня волосы дымом встают, я задаю себе вопрос, Господи, разве мог это написать христианин? Как нам с этим быть? Какую культуру мы воспитываем? Почему? Когда ты спрятался за маску какую-то, за ширмочку, когда никто не может распознать тебя из людей, хотя мы понимаем, что Бог все знает, ведь, почему мы так себя ведем? На самом деле, что интернет дает, это не то, что анонимность, на интернете, кстати, практически невозможно быть анонимным, так или иначе, можно узнать, кто там, когда что сказал, но даже, скажем, если сделать фейковый профиль, чтобы высказывать все это, просто психология человека такая, что если его не споймают и не увидят, он просто смелее становится, и бывает даже вот много, мы сами знаем, легче написать смс, чем позвонить и сказать, тем более еще сложнее в лицо кому-то сказать, вот многие сейчас бывают, смс-ками отдуваются, это просто один компонент просто технологии, это он просто внес такую новую, новый элемент в речь, когда раньше было чисто лицом к лицу, это сложнее было, и люди себя держали, а когда уже интернет ввел такую этот, то им легче как бы оскорбить, и второе, мне кажется, динамика не меняется совершенно, ведь суть человека осталась та же самая, просто он лицом к лицу мог контролировать себя, и все, просто это снимается масками, просто увидим, или ожидал какой-то реакции, может быть, более жесткой по отношению к своим словам, это как, так же сегодня ты говоришь, вот это как запускать ракеты, это не так, как ты видишь, вот человек перед тобой в окопе, ты на него с винтовкой бежишь, и ты можешь его, это ты нажал, она где-то там куда-то чего-то, куда-то прилетит, кого-то убьет, куда-то попадет, это не важно, да, ты не видишь, ты не видишь близко последствия, ты не видишь того человека, и поэтому ты чувствуешь себя свободной, твоя природа греховная, начинает брать вверх, да, да, но все равно, состояние человека внутреннее, то же самое, да, здесь я хочу поддержать, и действительно, знаете, как многие говорили, о, Америка портит людей, я говорю, она выявляет ту природу, которая была у человека, просто не было условий, интернет создает условия, и выявляет твою природу, и ты, кстати, себя можешь проконтролировать, посмотреть, а вообще, что ты пишешь, ты свои комментарии почитай, и здесь апостол Павел четко и ясно пишет, если они не созидают, и не доставляют благодать слушающим, все это гнилое слово, поэтому ты перечитай, и себе дай ответ, ты это для созидания сделал, или для разрушения, поэтому это большая проблема сегодня, которую люди должны сами давать себе отчет, и они могут увидеть действительно свою природу, свою натуру, вот в тех комментариях, которые они пишут. К сожалению, очень часто эти люди не способны на это, ну подумайте, если бы человек мог критически анализировать себя в принципе, он никогда бы такое не написал, это мы в порыве эмоций можем выплеснуть что-то вот в лицо, да, кто-то тебе встал на больной мозоль, а ты просто уставший, из дома едешь в автобусе, и вот ты там словцо какое-то сказал, но когда ты пишешь в интернете, у тебя есть возможность, и ты пишешь, а это означает, работает и зрительный анализ, работает вот тактильный анализ, то есть это проходит такой контроль того, что ты делаешь, что это не просто слово сказать, то это означает, что у человека вообще отсутствует критическое отношение к самому себе, он считает, что у него есть основание, он считает, что у него есть право, он считает, что он все делает верно, и если вы с ним не согласны, то у него есть масса причин, почему вы все же виноваты, а не он виноват, поэтому мне кажется, что единственное, что остается, это просто молиться, молиться, чтобы Дух Святой каким-то образом коснулся этого сознания, чтобы он открыл этому человеку всю ту вот проблему и ту грязь, которая выходит от него и разрушает тех людей, в адрес которых он это пишет, ведь согласитесь, мы можем быть с чем-то несогласны, но как мы это преподносим, выражаем свои несогласия, вот это имеет значение, это открывает нашу сущность и нашу натуру. Дорогие друзья, мы все с вами принадлежим, основном, кто нас смотрит к славянской культуре, вы знаете, наша культура достаточно нетерпимая, нам очень сложно иногда бывает принимать другие культуры, принимать другие мнения, но Христос, Он для этого из нас и делает новых людей, Он делает нас такими способными принять других, другое мнение, другое понимание, другую культуру, для этого Он меняет наши сердца, это не значит, что мы должны согласиться с какими-то отступлениями от истины, нет, Он учит нас правильно высказывать свое несогласие, при этом не оскорбляя собеседника. Нам нужно всем друзьям мониторить, как мы ведем переписки, особенно в социальных сетях, особенно в интернетах, комментарии, пусть Господь дает нам мудрость, и чтобы мы не ранили, чтобы даже не соглашаясь, мы оставляли человеку надежду, оставляли для него возможность, что Бог поменяет в будущем его точку зрения, ведь не мы меняем людей, Дух Святой меняет, и об этом апостол Павел и пишет, он говорит, я хочу, чтобы обновился и ваш разум, чтобы вы обновились, и насколько же практические советы Павел дает, крал не кради, лгал не лги, гневался, но старайся до конца дня, до захода солнца, решить вопрос твоим с гневом, если ты кого-то обидел, если ты говорил гнилые слова, ищи у Бога силы, чтобы твой гнев был контролируем, чтобы твои слова находились под контролем Бога, нам всем есть над чем задуматься, и над чем работать, и пусть Господь нас в этом благословит, Ну что ж, друзья, уже мы завершаем практически наше сегодняшнее исследование, 30 текст, и хочу, чтобы мы зачитали с вами. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Итак, все, о чем было написано с 25 текста, вот все вот эти вот грехи, прямые советы, которые дает апостол Павел, по его словам, это оскорбление Святого Духа, или, быть может, я преувеличиваю и заблуждаюсь? Да нет, не преувеличиваешь и не заблуждаешься. Вы помните, вот есть другие места в Библии, где сказано, что мы должны сохранить наше тело, это тоже апостол Павел говорит, для славы Божьей, наше тело сохранено для славы Божьей, потому что наше тело является храмом Святого Духа. Если Святой Дух, вот в самом выражении Святой Дух должен пребывать в нас, то каким должно быть это тело? Когда мы говорим о теле, то мы говорим о словах, о делах, вот как раз о том, о чем мы сегодня говорим. Если человек ведет себя таким образом, грубо говорит, оскорбляет кого-то, унижает кого-то, сказать, что Дух Святой в нем пребывает, как-то язык не поворачивается. Понимаете? Я не хочу сказать сразу, что этот человек одержим, потому что это другая кранность, тут сразу всех одержимыми делают. Это другая проблема, но я хочу сказать, что в этот момент Дух Святой через зиму не работает. Дух Святой остался в стороне. Поэтому, как бы там ни было, но наш образ жизни, наши слова, наши дела, они или огорчаются этого Духа, или наоборот, приносят радость. Роман, извини, я хочу немножечко уточнить для себя. Но все-таки, когда я лгу, когда я произношу гнилые слова, кого-то оскорбляю, но я, скажем так, причиняю печаль тому человеку, на кого это направлено. Причем здесь вообще Святой Дух. Здесь не то, что Святой Дух, знаешь, обиделся и говорит, все, я уже с тобой больше ничего не хочу не иметь, ты вот и воруешь, и то, и все, и третье, десятое. Нет, здесь говорится о состоянии человека, потому что, чем больше человек грешит, тем сложнее Духу Святому как бы убедить или попытаться изменить твою жизнь. Потому что это более закореняется в твоей природе, оно становится частью твоей природы. И вырвать оттуда, говорят, что самое большое чудо это обращение человека, потому что из старого человека совершается новый человек. Поэтому, чем мы больше, допустим, процесс какой, я знаю, что воровать нельзя, но я потяну, Дух Святой мне напоминает совесть, Священное Писание, где-то я братья, то, мне говорят, но я опять украл, третий, десятый, двадцатый раз, и это становится моей частью, и все, что бы мне уже не говорили, сколько бы Дух Святой на меня не влиял, я уже не реагирую. В этом проблема, в этом есть и оскорбление Духа Святого, и в принципе, это прямая дорога, как мы говорим, грех против Духа Святого, когда Дух Святой уже, что бы он ни делал, ты не воспринимаешь больше. Спасибо. Да, хотелось бы, может быть, продолжить мысль Василия, если он был согласен, то со временем приходит такое, что Дух Святой уходит, как бы, что он говорит, я не буду. Это как мы с приятелем, который постоянно во всем может посоветовать, в добрую сторону, и в какой-то момент скажет, я бесполезен, что я здесь вообще тебе нужен, делай сам себе, как бы, и все. Но опять, как бы, нуждаемся, мне кажется, в большей милости Господней и в осознании, насколько вот это вот важно. Если мы на самом деле подумаем, вот возле нас личность, которая постоянно видит, что мы делаем, скрыто это, не скрыто, думаем мы это, не думаем, что мы видим, что мы не смотрим, все возле нас, и насколько все это просто голо открыто, как бы, даже один православный певец пел свои песни, как бы, мы как будто перед Богом маску одели, как будто, ну это же смешно, это же смешно. Мне кажется, нам нужно больше просто задавать этот вопрос, не давать ответ, а задавать этот вопрос, а что это означает, когда возле меня дух, который взамен, как во время моего прощения, который является залогом моего спасения, который возле меня, что это означает для моей реальной жизни и как моя речь, мои действия влияют на это все. Мне кажется, это не вопрос, на который нам нужно ответить, а вопрос, который нужно постоянно задавать. И мне кажется, мы потом будем удивлены, насколько, когда мы придем, как бы будем в полноте Христовой, мы увидим всю эту благодать Господень, насколько обширно благодать Его было, когда вот Дух Святой нас не оставил. Я хотел бы подчеркнуть еще одну мысль. Вот Саша говорит, что ну это же только наши отношения друг с другом, при чем тут Святой Дух? Знаете, апостол Павел, опять-таки тот же апостол Павел, он любые обстоятельства возводит чуть-чуть в другое пространство. Он говорит, что наша борьба не против плоти и крови, а против духов, правителей поднебесных, да? То есть он говорит, что за каждым противостоянием, за каждым конфликтом любого уровня, есть еще ангелы, те, которые остались на стороне Бога, и ангелы, те, которые перешли на сторону дьявола. То есть это идет духовная борьба, и Дух Святой в этом тоже принимает участие. Вспомните вот этот диалог, который описан в книге Иова, когда дьявол приходит на встречу сынов Божьих, и там о чем идет речь? Об устройстве Вселенной, о каких-то высоких материях? Нет, оказывается, речь идет о простом человеке Иове, как он живет, о чем он мотивирован в своих поступках и так далее. И если бы Иов не остался верен Богу, то дьявол бы сказал, ну, получилось же так, как я сказал, он только из-за выгоды Господи тебе служит. Но когда Иов остался верен Богу, Бог сказал, а не зря ли ты, друг, его вот так обговаривал? На самом-то деле он искренне верит и искренне строит отношения со мной. То есть мы понимаем, что если, например, у меня есть какое-то противостояние с моим братом, и я веду себя неподобающим образом, то дьявол говорит то же самое. Ну, Боже, я же говорил, что он лицемер, что это все только вот про субботу. В субботу он хороший, красивый, все вот хорошо делает, а посмотри, какой он в среде недели. Вот каким образом огорчается Святой Дух. То есть это все равно наши отношения тут на земле, они откликаются во всем этом духовном мире. Спасибо, дорогие друзья. Вы видите, как все взаимосвязано, насколько взаимосвязаны мы друг с другом, особенно в теле Господнем. Поэтому апостол Павел, он не зря обращает внимание на эти конкретные поступки. Мы всегда говорим, ну почему такая непрактическая субботняя школа? Ну дайте нам больше практического. Вот апостол Павел дает нам конкретные практические примеры. Он говорит, друзья мои, ваши отношения друг с другом, они очень важны для Бога, потому что они вливают на ваши отношения с Ним. И когда у нас между собой ругань, обман, гнев, когда мы используем гнилые слова, будь то в прямой речи или в интернете, Дух Святой печалится. А Дух Святой, апостол Павел не зря описывает его роль, он говорит, он запечатлевает нас для спасения. Не забывайте об этом. И нам нужно всегда помнить, если у нас отношения друг с другом не очень, это большой вопрос, а какие у нас отношения с Богом? Последние два текста из сегодняшнего размышления, пожалуйста, братья, зачитайте. 31-32, как окончание проповеди апостола Павла. Избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. Будьте добры друг к другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, апостол Павел заканчивает свою нравоучительную проповедь. Вновь один блок всяких недостатков, от чего нужно избавиться. Знаете, у меня всегда этот вопрос преследует, когда я читаю вот эти вот большие отрывки Павла, где он говорит о грехах, греховной природе. А есть ли вообще возможность человеку измениться? Ведь может он это повторяет постоянно, чтобы как бы нас как-то убеждая в чем-то. Может быть и нет возможности это измениться. Раз он из одной главы в другую повторяет. Это же все для одной, ну грубо говоря, это же читается в одной церкви. Мы можем прочитать это у себя в субботу на богослужении. И вот в каждой главе ты слышишь, вы вот такие, вот такие, вот такие. И это не самое хорошее. Может быть нет надежды? Павел в принципе везде, во всех своих посланиях, он четко и ясно говорит, во Христе Иисусе все возможно. И вы можете стать новым человеком, но не своими усилиями, не своими желаниями. Только благодаря силе Христовой вы можете стать новым творением. Потому что он творец, а кто может создать, только творец может пересоздать из старого новое. Поэтому если мы свою жизнь задаем в руки Божьи, если мы молимся, если мы просим, если у нас есть проблемы с гневом, злостью, ложью, воровством, но мы просим Бога, чтобы Господь изменил мою природу, Бог, будучи верен, говорит, то я изменю. Да, конечно, мы не можем сказать, что мы все знаем, что невозможно. С Богом все возможно, это факт. Хотелось бы подчеркнуть один очень интересный такой компонент, о котором мы не замечаем иногда. В церкви иногда кажется, что все церковное, все духовное. Вот скверная речь, это, скажем, человек, у которого грязно говорит, но это просто вопрос, бывает, механизм. Нужно окружить себя, может, лучшими людьми. Есть тренинги, если особенно с речью не так, который поможет, привыкнуть нужно. Есть шаги чисто не духовные, а просто физические, которые мы можем предпринять для того, чтобы исправить какой-то дефект. Если есть какой-то порог, например, вот даже курение. Курением избавляются, я не курил, слава Богу, никогда не буду курить, что я только слышал, по наслышке. Это ассоциация вот курения, вот то, что с резинкой делали, это ассоциация боли с желанием курить. И получается чисто на ментальном уровне. Есть много таких примеров, например, мужчин предлагают идти в спортзал заниматься, потому что оно просто изменяет плохие привычки. Например, ложись раньше спать, и получается поздней ночью грехи, которые обычно происходят, они просто нету, потому что ты уже спишь. Как бы это такие, ну, это просто практические такие примеры. И мы это делаем с помощью Духа Святого. Он помогает, дает желание, и потом человек смотрит, начинает уже себе верить, что у него какой-то перемена, потому что в этом, кстати, на самом деле и надежда, когда человек видит, что он может что-то сделать. Это вера самого себя, которая, конечно, основана на вере и в Христа, не в самоуверенности и так далее. Потом смотрим назад, и смотришь, о, и плохой привычки нету, и по-другому заговорил, как бы, это вот другой элемент, не все духовное, как мы думаем. Я тоже хотел бы продолжить от этой мысли. Ну, друзья, даже анализируя свою жизнь, не будем далеко идти, слава Богу, мы все равно видим изменения. Другая еще сторона, анализируя даже поколения, я вижу, что мои дети лучше меня. В каких-то моментах они лучше меня в своем управлении, реакции на какие-то обстоятельства. И это говорит о том, что изменения проходят. Они, конечно, проходят не так быстро, как бы хотелось. И на это есть разные причины. Не потому, что Бог не хочет, не потому, что мы не хотим. Просто иногда мы не делаем со своей стороны то, что должны были бы сделать. Что-то нам нравится, что-то мы не так легко отпускаем, хотя понимаем, что это плохо. То есть тут есть масса причин. Но есть еще одна простая деталь. Все же смерть будет уничтожена только в озере Огненном, на этой греховной земле. А причиной смерти есть что? Грех. А грех это что? Это вот тоже как раз наши плохие слова, поступки и так далее. Поэтому на этой земле грех полностью будет уничтожен только тогда, когда он будет брошен в озеро Огненное. А это означает, что, повторюсь, борьба, противостояние, оно, к сожалению, будет сопутствовать человека, пока он живет на этой грешной земле. Поэтому мы можем тут, конечно, сейчас планку ого-го, как поднять. И это может сильно ударить по вере многих людей, потому что если они скажут, ну ого, я не такой, я уже стараюсь, стараюсь, а я еще не достиг. Апостол Павел на склоне лет, он тоже говорит, я не считаю себя, что я уже достиг, но оставляя задние, стремлюсь вперед. Тут главное, знаете, не то, чего мы достигли, а главное, к чему мы стремимся. Является ли Хрисос для нас образцом? Хотим ли мы отражать его жизнь в своей жизни? Понятно, что человек, который там верующий в каком-то поколении, он просто, вот как я говорю, я никогда не курил, и никогда курить не буду. У него даже привычки такой не может появиться, потому что его отец не курил, его дед не курил, и у него склонности в организме нет. Но если представьте себе, человек пришел из мира, 30 лет курил, пил, а теперь познал Христа, пришел из мира. Представляете, сколько ему еще нужно побороть, чтобы достичь даже до того уровня начального Ильи, который никогда этого не пробовал. Насколько больше у этого человека будет искушений, испытаний, борьбы, чем в жизни другого человека. А нужно же еще не только над внешними привычками работать, нужно еще над характером работать, и над всеми остальными вопросами. Поэтому мы не можем всех поставить под одну планку. Каждый встретит Иисуса Христа на своем уровне. Но важность, повторюсь, важность тут вот в чем заключается. К чему мы стремимся? Все остальное как раз и покрывает благодать Иисуса Христа. Я когда учился здесь уже на докторскую степень, то у нас 4,5 года подряд были периодические экзамены. Это не такой у тебя экзамен, что ты там написал, а экзамен, где там нужно тебе 40 страниц выучить наизусть. И ты не знаешь, что тебя спросят, и ты должен это писать. И доходило до того, что от волнения тошнит. Ты не можешь кушать, ты не можешь сосредоточить, это тебе начальник с милостью говорит, Илья, иди домой, успокойся перед экзаменом. Было очень сложно. И, по-моему, я перетерпел один экзамен, понял, второй, ну, мне еще 4,5 года мучиться. Я понял такое интересное правило, которое я применяю в разных компонентах. Мне лучше привыкнуть к этому. Вот, Илья, вот свыкнись, вот найди, тебе нужно решить эту проблему, чтобы ты привык к этой войне. Вот, что мы говорил Роман, о чем мы говорили, мы никогда не достигнем идеала, но мы должны привыкнуть к войне. Сосредоточиться, мы понимаем, что мы никогда, не то, что мы никогда не выиграем, мы выиграем, когда придет Христос. Но на данный момент, пока мы живы, мы постоянно будем воевать своей плотью, чтобы мы всегда были на готове. Другими словами, привыкнуть к войне. Спасибо, друзья мои. Хорошо, что апостол Павла чуть другой призыв в конце. Будьте взаимно добры, милосердны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Друзья мои, конечно, братья, очень много сегодня здесь интересных вещей нам сказали. Они правильно подметили, что мы не должны с вами концентрироваться на привычках. Было подмечено, ведь вся проблема не в привычках. Даже неверующий человек может силой воли, у которого сильная воля, себя заставить бросить курить, изменить какие-то черты своего характера. Проблема во грехе. И грех будет решен только окончательно, с приходом Иисуса Христа. Мне очень хотелось бы, чтобы, читая послание к Ефесской церкви, мы не концентрировали свое внимание на тех негативных вещах, скажем так, из прошлой жизни, которые поднимает Павел. Он поднимает их не для того, чтобы нас очередной раз, как говорят, лицом в грязь опустить, чтобы мы потеряли самоуважение какое-то, чтобы мы расстроились лишний раз, упали в депрессию. Но слово мы не такие, мы не такие. Друзья, это он не для того приводит. Он это постоянно приводит, чтобы показать нам контраст. Посмотрите, вы были вот такими, но какие же вы сейчас в Иисусе Христе? Вы прощаете, вы терпите, вы милуете, вы уже не воруете, вы уже не лжете, вы уже не крадете и так далее и тому подобное. Фокус Павла на Христе, который поднимает нас из такой глубокой ямы, из которой бы мы никогда не выбрались. И за это ему слава, хвала и честь. Давайте будем молиться. Господи, как же мы безмерно Тебе благодарны. Благодарны Тебе за эти слова, над которыми мы можем размышлять. За то, что мы можем примерять их на себя, на свой характер, Господи, на свою жизнь. Мы видим, что мы далеки от совершенства, Господи. И каждый раз, когда мы читаем эти тексты о плотской природе, о прошлой жизни, Господи, мы вздыхаем внутри, потому что мы понимаем, да, насколько мы далеко от Тебя. Но мы добавляем, были. Господи, это слово, оно определяет все. Мы были. Пока Ты не нашел нас, пока Ты не омыл, пока не очистил, пока не запустил в нас этот процесс действия Святого Духа, обновляя нас. И сегодня каждый раз, Господи, я уверен, что каждый, кто хотя бы раз встретился с Тобой, оглядываясь назад, мы не можем не заметить, насколько, насколько силен Ты в переменах, произведенных в нас, насколько велик Ты, насколько Ты славишься, Господи, спасибо Тебе за это. Помоги нам и на церковь нашу смотреть, как на организм, который постоянно меняется, постоянно возрастает, становится лучше, потому что это Твоя церковь, и Ты глава. Благослови нас, Господи, благослови, поддержи нашу веру и доверие к Тебе. Мы не сомневаемся, что окажемся в Царстве Твоем по милости Твоей и любви. Научи нас быть милостивыми и любить ближних, как это делаешь Ты. Слава Тебе за все и хвала. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова